И мы приветствуем всех, кто присоединился прямо сейчас, всех телезрителей канала ТБН. Пусть Бог благословит каждого из вас. Слава Господу! Один брат на этой неделе задал мне такой особенный вопрос. Он сказал, пастор, как ты думаешь, что самое страшное на этой земле? И знаете, он как-то это спросил так глубоко, что, вот знаете, бывает, вы услышали фразу, и целая панорама для вас открылась. Вот так произошло со мной. Я услышал эту фразу, и целый ряд событий, целый ряд картин возник передо мной. Я задумался и до сих пор думаю о том, что он спросил. И хочу предложить эти размышления для вас, потому что думаю, что это то время, когда нам надо услышать эту тему, и сам Дух Святой поднимает эти вопросы, что такое самое важное, что самое страшное, точнее, на этой земле? И мне стало интересно, я спросил, интересно что? И он сказал, одиночество. Он сказал, самое страшное на этой земле – одиночество. И вот целый ряд картин, которые передо мной предстали. Одна женщина, садомазохистка, которая исповедовалась, я слушал и не мог понять, зачем тебе это надо? Ведь это страшно, это больно, это унизительно, это так отвратительно. И я задавал ей эти вопросы, я спрашивал, почему, зачем тебе это нужно? Я думаю, никогда не забуду тот ответ, который она мне дала. Она сказала, что там я чувствовала, что я кому-то нужна, что я не одинока. И я подумал, какой ужас, какие ужасные, безумные поступки человек способен совершать в этом состоянии одиночества. А другая женщина не так давно, может быть, буквально неделю-две назад, она плакала и со слезами говорила, «Я не могу оставаться в этой квартире». А буквально незадолго до того ушел муж, они поссорились, они поконфликтовали, и он ушел, и пошел жить в другое место. И она говорит, я не могу находиться в этой квартире. Она уходила на работу, она пропадала на работе, она пропадала где-то с друзьями, но она говорит, я не могу прийти сюда, в эту квартиру, потому что это гнетущее одиночество, оно просто убивает меня. Я вижу очень много людей, которые оказались в состоянии одиночества. Некоторые из них, они научились прятаться от этого одиночества, и они находятся в окружении многих людей, они выглядят очень веселыми, они кажутся очень открытыми, и вам в голову бы не пришла мысль, глядя на них, о том, что с ними что-то не так, что они чувствуют внутри эту ужасающую пустоту, и это одиночество. Знаете, в сравнении со всем этим вышеперечисленным перечнем ситуации, я хочу привести вам в пример апостола Павла, которого повели однажды на суд за его веру, и он пишет, это в Святом Писании, это отражено, он говорит, что я остался один, все оставили меня, никого не оказалось рядом, когда я должен был дать отчет за свою веру на этом суде, но при этом он говорит, я не один, потому что сам Бог пришел и укреплял меня. А другой пример Иисуса Христа, который, мне кажется, сколько он был на этой земле, столько он чувствовал себя одним, потому что мало кто его понимал, либо вообще, скорее всего, никто его до конца не понимал, он и не вверял себя, поэтому особо никому, никто не мог до конца его понять, но он повторял эту фразу, и он говорил, я не один, я всегда вижу отца моего, я всегда делаю то, что отец мой делает, я и отец, это одно, а мы вместе, и поэтому он не был никогда в этом состоянии одиночества. Апостол Павел, Иисус Христос, есть множество других людей, которые чувствуют и испытывают на себе отвержение многих людей, родственников, сослуживцев, коллег с работы этого общества, но при этом они остаются счастливыми людьми. И у меня вопрос возникает, в чем же разница? Почему одни могут находиться в окружении друзей, в окружении родственников, кто-то может находиться в кажущейся прекрасной семье и при этом чувствовать себя одиноким и разрушаться внутри из-за этого давящего, ужасного чувства одиночества. В то же время другие, будучи отвергнуты обществом, отвергнуты многими, будучи презираемы, как написано в Библии, их ни во что не ставили, ни во что ставили, и при этом они были счастливыми людьми. Они излучали жизнь, радость, и были способны давать эту радость еще другим. Я думаю, что вижу ответ на эти вопросы. Я хочу вам предложить это. Вот что, во-первых, я думаю, нам очень важно понимать. Нам очень важно понимать, что быть одному – это вообще неестественно для человека. Быть в одиночестве – это просто неестественная среда, в которой человек каким-то образом, по каким-то причинам оказывается. Ну, например, если вы вытащите рыбу из воды и положите ее на сушу, то не пройдет много времени, когда она умрет. Если вы возьмете какое-то животное и погрузите в воду там, где хорошо для рыбы, не пройдет много времени, как это животное захлебнется и умрет. Почему? Ответ очень простой, для нас, для всех очевиден, потому что для этих существ это неестественная среда обитания. Это не их среда обитания. Это среда обитания, которая приводит их к смерти. Друзья мои, для человека одиночество – это та неестественная среда обитания, в которой он рано или поздно умирает. И дьявол прекрасно это знает. И поэтому он старается приложить максимум усилий для того, чтобы человек согласился остаться в этом одиночестве. И второе, что я хочу сказать, что одиночество – это выбор человека. И теперь, возвращаясь к Иисусу Христу, к апостолам, к многим людям, которые переживали отвержение в своей жизни, но не испытывали при этом одиночества, я хочу сказать, вот в чем разница. Разница в том, что это был не их выбор. Это люди, это обстоятельства, это разные ситуации. Они отвергали этих людей, но люди при этом оставались открытыми. Люди при этом оставались в любви к другим людям. В то время, как те люди, которые испытывают на себе это ужасающее чувство одиночества, они согласились войти в это состояние. Они согласились оказаться в этом чувстве. Они сдались перед этими мыслями, которые дьявол предлагал этим людям. И вы знаете, мысли очень распространенные, мысли очень понятные. Они даже выражаются в таких интернациональных фразах. Знаете, есть коронавирус, да? А есть вот фраза «вирус» какой-то, это тоже вирус. И вот эти фразы, они звучат таким образом примерно, что, ну, пастырь так занят, зачем мне звонить ему? Зачем мне так, значит, докучать как-то ему? Все пастыря заняты. Какая разница, вообще приду я на собрание на это или нет? Нужен я кому-то там или не нужен? Кто-то вообще заметит это или не заметит? И человек размышляет над этими мыслями, которые дьявол, я думаю, предлагает. Цель этих фразовирусов – сосредоточить каждого из вас на самом себе. Сосредоточить на себе, на своих трудностях, на своих болях, для того, чтобы отделить вас в это особенное, абсолютно неестественное для человека состояние под названием одиночество. И вот там у дьявола появляется возможность производить свою разрушительную работу, свои разрушительные действия. Я уверен, что одиночество – это тьма. Это настоящая тьма. Послушайте то, что говорит апостол Иоанн в первом своем послании, в первой главе, в седьмом стихе. Многие из вас знают это место Писания наизусть. И здесь написано, что если мы ходим во свете, скажете, конечно, я во свете. Нет, подожди. Не просто во свете, который ты сам себе придумал, где ты везде прав. В том свете, как написано, подобно как Он во свете, подобно как Бог во свете, то есть в настоящем свете. Если ты в настоящем Божьем свете, если ты в правильных отношениях с Богом, то как результат ты будешь иметь это стремление к единству, к общности. То, как здесь написано, что кто ходит во свете подобно как Он во свете, тот имеет общение друг с другом. Это греческое слово, которое показывает постоянное стремление к единству, к общности. имеет вот это стремление, имеет это общение друг с другом. И что тогда? И тогда написано, кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает человека от всякого греха. Я помню, как первый раз, когда увидел это место Писания, вот так вот, открыто, я подумал, интересно, как здесь получается, что человек находится в Божьем свете, на самом деле в Божьем свете. Отчего же его потом очищать? Отчего же потом его менять? Очищать причем от всякого греха. То есть, получается, человек ходит во свете Божьем и при этом всякий грех может сделать, от которого его потом нужно очищать, кровью Иисуса Христа. И ответ для меня был такой, что быть во свете, это не значит быть совершенным. Быть во свете, это не значит быть идеальным. Это не значит никогда не ошибаться. Но быть во свете, это значит быть открытым. Это значит быть доступным. Это значит оставаться в том состоянии, когда ты стремишься к общности, стремишься к единству, что бы вокруг ни происходило. Какие бы обстоятельства ни были, которые стараются закрыть тебя с самим собою наедине, ты делаешь выбор оставаться открытым. Ты делаешь выбор искать общение, стремиться к общности. И вот написано в таком случае, кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает от всякого греха, готова изменить любую ситуацию, дать тебе выход из самой большой проблемы, в которой ты можешь оказаться, если ты останешься в правильном состоянии, если ты не сделаешь неправильный выбор, чтобы оказаться в этом отделении от Бога и от общества Божьего. Послушайте, мне так хочется прочитать вам несколько мест Писаний, которые описывают жизнь первоапостольской церкви в Новом Завете. И вот послушайте, конечно, это книга «Деяния», «Деяния апостолов», вторая глава, с первого по второй стих я прочитаю. Здесь так написано. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они, ученики Иисуса Христа, которые остались без Иисуса Христа, который вознесся на небо, обещал им, что что-то особенное должно произойти в их жизни, и вот они остались, ничего не понимая, но Он их наставлял, Он молился перед ними, Отцу, перед тем, как уйти, очи, да будут они в единстве, очи, да будут они в единстве, как мы в тебе, как я в тебе, и ты во мне, Господи, так они, да будут совершены воедино». Евангелие от Иоанна описывает очень хорошо, 17 глава, всю эту молитву. И вот они стремятся к этому единству. Я думаю, там разное было, скорее всего, они и поспорили уже, и жребий кинули, кто там должен быть 12-м, и кто из них будет первым, и так далее, но ничего не меняется, они все остаются, ничего не происходит. И написано, «Когда они были, одно качество подчеркивается, когда они были единодушно вместе, вместе». Тогда, внезапно, они до этого делали все, что было им понятно, все, что было как бы запланировано, наверное, мы это сделаем, это поможет, вот сейчас 12-го изберем, тогда у нас все пойдет как надо, Дух Святой придет, все будет хорошо, ничего не помогало. Написано, «Внезапно». Они даже не ожидали, что это будет настолько эффективно, внезапно. Именно тогда, Дух Божий подчеркивает, именно тогда, когда они оказались в состоянии единодушия, вместе, внезапно. Сделался шум с неба. О, как мне это нравится. Мы иногда создаем какой-то шум, типа с неба. Мы иногда придумываем себе какую-то жизнь с Богом, а на самом деле там нет силы. Но здесь внезапно сделался шум с неба. Это не просто был шум, это был шум с неба. Это был шум, который охватил всю эту аудиторию. Это был шум, который дал им силу, дал им мудрость, сделал их просто особенными, приподнятыми над всеми ситуациями. Это был шум с неба. Внезапно, как бы от несущегося, сильного ветра, и наполнил весь дом. Все это собрание, где они находились, драгоценные. Это то, что нам так необходимо. Нам нужно единство. Нам нужно быть вместе. Нам нужно стремиться к этому единству, и чтобы оставаться вместе в разных формах. Да, сейчас ситуация разная, но Бог будет смотреть, на где твое сердце. Или твое сердце объясняет тебе, почему я могу остаться дома, почему я не могу уже никуда не ходить. Или твое сердце идет за разными сомнениями, или предложениями, которые расслабляют тебя. Либо твое сердце противостоит этому одиночеству, противостоит этим мыслям, которые пытаются тебя сбить, отбить от собрания, и направляет тебя к единству с Богом и с церковью. Где твое сердце? Следующее место Писания, Деяние, 2 глава, 41 по 44 стих. И так охотно принявшие Слово Его, то есть Божье, крестились. И присоединилась в тот день душ около трех тысяч. Они присоединились к церкви. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Раз, они кушали из одного источника, они питались с одного стола. Это было очень важно. В общении, и вот то, что здесь подчеркивается, то же самое слово, общение, вместе. Они общались, они стремились к единству, они были в этом единстве. В преломлении хлеба и в молитвах. Был же всякий страх на всякой душе, и много чудес и знамений в результате совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И там написано, продавали имение, раздавали каждому, кто в чем имел нужду. И дальше 46 стих. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Драгоценное. Мне так нравится это описание жизни первоапостольской церкви. И обратите внимание, здесь постоянно подчеркивается эта ценность. Они были вместе, они были единодушны, они имели все общее, никто не выделялся. В другом месте там написано, что никто не называл чего-то своим. А вспомните в послании к Коринфянам, когда апостол Павел наставляет церковь, как должно происходить хлебопреломление. И он говорит, то, что я слышу, меня возмущает. Это совершенно неправильно. Вы называете это хлебопреломлением, вы называете это трапезой Господней. При этом каждый из вас приходит, там, по всей видимости, накрывались столы, и он говорит, вы хватаете лучшую пищу, вы кушаете, вы просто наедаетесь, не дожидаясь других. А кто-то приходит малоимущий, а кто-то приходит голодный, и уже ничего нет, потому что все съели. Вы сказали бы, вообще обычная ситуация, ничего особенного нет. Ну, я думаю, что вряд ли у нас кто-нибудь может так, наверное, сказать, потому что верю, что у нас совсем по-другому. Но там так происходило, и апостол Павел обличает церковь в этом, и он говорит, что таким образом вы поступаете недостойно, и из-за этого оказывается, многие из вас больные, и немало есть тех, которые даже умирают. И он конкретную причину показывает, потому что вы совершаете хлевопреломление, вы участвуете в отношениях с Богом, в святых, вот в этих интимных отношениях с Богом недостойно, и недостойным Апостол Павел называет пренебрежением к ближнему своему. Недостоинством этим он называет пренебрежение, когда просто они не дожидались, просто не дожидались, просто наедались сами, и не думали о другом, и при этом считали, что они живут с Богом и совершают сейчас трапезу Господню. Представляете, какое заблуждение апостол Павел разоблачает. Друзья мои, мы призваны быть вместе. Мы призваны быть настолько вместе, подобно как наши, о, наши все члены в теле, вместе. Апостол приводит этот пример, эту параллель, показывает нам, что мы должны быть именно в таких отношениях, в единстве. Потому что мы в одном теле, у нас есть одна глава, Иисус Христос, а мы все члены тела, а вместе собраны мы тело Иисуса Христа. И последнее местописание, сейчас прочитаю, деяние. Или достаточно, наверное. Знаете, что я хочу сказать, друзья? Я хочу сказать, что одиночество – это наркотик. И когда человек подсаживается на этот наркотик, он попадает в реальную ловушку дьявола. Вы знаете, как наркоман, который один-другой раз укололся, потом дальше-дальше, он потом жить без этого не может. Если потом он решает освободиться от наркотиков, ломки, как мы понимаем, начинаются так называемые ломки, когда все его тело бунтует против, его тело уже требует этой отравы, и тело разрушается, и при этом требует, человек оказывается в неестественном состоянии. И только вмешательство Бога. При помощи, зачастую, оперативного вмешательства врачей, каким-то образом мы пытаемся помочь таким людям. Друзья мои, одиночество – это наркотик намного страшнее, чем любой другой наркотик. Это наркотик, когда человек попробует его, там не надо решать ничего, там не надо разбираться, там не надо выяснять ничего, там не надо просить прощения, там не надо прощать никого, там не надо унижать себя ради того, чтобы возвысить другого, там не надо напрягаться. В этих отношениях бывают такие сложные с другими людьми. Просто живи, как ты понимаешь, сам себе придумал, так оно и будет. Мой Бог, Иисус Христос. Вот вся эта теория, она помогает человеку оставаться зависимым от этого наркотика. И вы знаете, он порой, он поначалу достаточно сладостный, как любой другой наркотик. Он поначалу дает себе, человеку удовлетворение, и человек думает, да вообще я теперь свободный, что хочу, то и делаю. Сколько раз я слышал такие фразы. Наконец-то я никому ничего не должен. Человек пошел из церкви, говорит, наконец-то я не должен приходить на собрание, наконец-то я не должен ни перед кем отчитываться, я не должен ни у кого просить прощения. Бог меня принимает таким, какой есть. Подождите чуть-чуть дальше, посмотрите, как развиваются события в жизни этого человека, и вы увидите, что он потом бы рад отказаться от этого наркотика и не может. Ему так трудно. Как только он в общество, как только он к открытости, как только он чувствует, что ему надо поговорить, у него ломки начинаются, у него гордость поднимается. Он не может ничего сделать с этим, он не может этому противостоять. И только вмешательство Бога может по-настоящему помочь. Уж здесь никакие даже самые современные врачи помочь не смогут. Итак, мы говорим сегодня об этом наркотике под названием одиночество. И мы говорим, насколько этот наркотик страшен. И я верю, что у Бога есть выход для каждого человека. Возможно, вы слушаете и думаете, ну, по всей видимости, это про меня. Знаете, вчера одно сообщение, что называется, сделало мой вечер. И я был просто счастлив. Я летал весь вечер на крыльях, я был удивлен сам себе. Думаю, насколько, оказывается, это вдохновляет. Одна сестра позвонила и назвала по имени своего мужа, который, значит, там тоже долгое время не находился в семье. И она сказала, пастори, спасибо, он дома. И вот эта фраза, он дома, она просто как елей сошла, знаете, на меня. Он дома. Я вдруг представил, отношения налаживаются. Он дома. Это такая теплая, такая теплая фраза. Он дома. Она больше не одна. Они вместе, да, наверное, разбираются, да, наверное, сейчас выясняют, да, проходит этот процесс, который ведет к единству. Бывает болезненный процесс. Надо называть вещи своими именами. Надо извиняться, просить прощения. Но в итоге там счастье. В итоге там радость. Друзья мои, в одиночестве нет радости. Как бы сладким, каким бы ни казался этот наркотик, как бы от многого он тебя не освобождал, как будто бы. Он никогда тебе не даст настоящей радости. Он никогда тебе не даст настоящей свободы. Он сделает тебя рабом для того, чтобы разрушить. Потому что, повторю, что одиночество – это противоестественная среда обитания для человека. В доказательство этому я хочу вам напомнить, как называется наш Бог. И когда мы говорим «Бог» и порой молимся, заканчивая молитву такими словами, «во имя Отца, Сына и Святого Духа». Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я уверен, что именно этим, прежде всего, наш настоящий Бог, который сотворил небо и землю, и каждого из нас создал по образу и подобию своему, отличается от любого идола. Вы где-нибудь видели какого-нибудь идола, который был бы вот так вот в триединстве? Каждый идол сам по себе. Даже если вы посмотрите исторические вот эти, вот эту мифологию, там, где, значит, один Бог Солнца, там Бог Луны, и вот там Зевс, там Нептун, еще кто-нибудь, там постоянно эти истории, что там внучка того-то убила того-то, и вот там это постоянно возня среди этих богов так называемых. Почему? Потому что там, в этом идолопоклонстве, даже вот так вот, глядя по-человечески, никто не может даже представить себе, что у них может быть гармония, единство, любовь, счастье и так далее. Есть один Бог, который сотворил небо и землю. Это Бог, Отец, Сын и Святой Дух. И как бы разум человеческий не трещал от того, что не может себе представить, как это. Три личности, при этом один Бог, но это истина. И в этом Боге, внутри этого Бога всегда есть взаимоотношения. В этом Боге всегда внутри есть эта жизнь, это общение, это общность, это красота во взаимоотношениях, именно по образу и подобию Божьему. Бог нас сотворил. Драгоценные, вспомните, еще одно местописание вам скажу во второй главе книги «Бытие». Это описывается. И там написано, как Бог сказал, «Нехорошо что-то нехорошо». До этого Он после каждого дня говорил «хорошо, хорошо, хорошо», потом сказал «весьма хорошо». И вот мы, оставаясь в этом же Эдемском саду, оставаясь там же, в этом присутствии Божьем, вдруг из уст Божьих звучит эта фраза «нехорошо». Это единственное, что Он сказал, может быть нехорошо, когда все вокруг идеально, если человек один. И Он сказал «нехорошо быть человеку одному». Подождите, там еще не было греха, который бы разрушал человека. Там еще не было этого дьявола, который бы сбивал человека, разрушал его как-то. Более того, там был Бог. Он ходил, как написано в прохладе дня, прогуливался вместе с человеком. Присутствие Божье здесь. Здесь греха нет, Эдемский сад, все идеально. И при этом, оказывается, может быть что-то нехорошо. Друзья мои, ничто не заменит тебе вот это общение, эту общность, которую ты можешь иметь, если живешь во свете Божьем. И Бог сказал «нехорошо быть человеку одному». Я не к тому сейчас, что надо жениться или замуж вам выходить, хотя, может быть, прямо сейчас кто-то получает именно это откровение. И это тоже хорошо, я буду радоваться, если помогу вам встретиться вместе, любить друг друга и создать семью. Пусть Бог вас благословит. Но я хочу прежде всего сейчас говорить об этом принципе, который сказал Бог. Нехорошо быть человеку одному. Это неестественно, жить человеку в условиях одиночества. Если мне удалось вам это доказать, если вы ощущаете себя в числе этих людей, может быть, вокруг вас много людей, но вы знаете, что с вами происходит, когда вы остаетесь одни, один на один с собой. Я, к сожалению или к счастью, не понаслышке это знаю, потому что принимал достаточно много исповедей, где люди открывали свое сердце, и они показывали, насколько это трудно, насколько это больно. Я видел, как больно им, когда они находятся в этом состоянии одиночества. Итак, если вы увидели себя в этом состоянии, знайте, что есть выход. У Бога всегда есть выход. И вот первое, что я хочу вам сказать. Чтобы освободиться от этого одиночества, я думаю, что это дух, это настоящий демонический дух, который дьявол призывает, чтобы разрушить твою жизнь. И если ты хочешь освободиться от этого духа, точно так же, как от любой другой зависимости, от наркомании или от чего-то еще, первое, что тебе надо, назвать вещи своими именами и отречься. Тебе надо отречься от этого состояния под названием одиночества. Тебе надо противостать этому. Тебе надо перестать соглашаться с тем, что просто тебя никто не понимает, просто тебя никто не хочет видеть, ты никому не нужен. Тебе надо выбросить, отречься, отделить себя от этих мыслей, которые приносит этот дух. Это первое. Отрекись и чуть, буквально через 10 минут мы будем с вами молиться этой молитвой, где мы будем отрекаться. Я буду молиться с каждым из вас, видя, глядя на вас глазами веры, в вере, что вы возненавидели это состояние одиночества. Если это не так. Иногда наркоман говорит, я не наркоман, алкоголик говорит, я не алкоголик, я только иногда, значит, ну, не знаю, по праздникам выпил, я что, алкоголик, что ли. Точно так же говорит человек, зависимый от этого духа одиночества. Он говорит, ну, что я всегда на людях, у меня темперамент такой, например. Или я просто такой человек, вот кто-то общительный, вот такой он везде, везде, а я вот спокойный такой, поэтому мне легко остаться одному. Это ложь. Одиночество – это то, что противно Божьей природе. Одиночество не свойственно никакому из темпераментов, которые Бог сотворил. Одиночество не свойственно никакому типу и складу человеческому. Это противочеловечно – быть одним. Поэтому тебе нужно перестать соглашаться, перестать объяснять, почему ты можешь где-то оставаться один, в депрессии, в унынии. Люди говорят, мне надо побыть одному. Дорогие, тоже знакомая очень фраза, мне надо побыть одному. Я не верю, что Бог, что, ну вот, это человеческое естественное желание. Это точно так же, знаете, мне, похоже, надо отрезать палец. Ну, это ненормально, никто не скажет. Конечно, кому-то в каких-то ситуациях бывает отрезают палец, и он учится жить без пальца. Это понятно. Иногда Бог вводит, я тоже знаю человека, отделяя от всего, чтобы он побыл один. Но это Бог вводит. Это трудно, это дяготит. Это неестественно для человека. Он стремится, должен выйти из этого, очистившись, изменившись перед Богом. Но когда Бог вводит, он достигает свою цель, как он вводит и в разные скорби, бывает и в разные трудности. Так же и в одиночество. Но это неестественно. Мы не хотим для себя скорбей. Мы не хотим для себя каких-то болей, болезней. Так же мы не должны хотеть для себя одиночества. Потому что это в этом же разряде неестественных вещей для человека. И так нам надо возненавидеть это. Всеми фибрами своей души. Я не хочу быть одиноким больше. Я не хочу больше, чтобы наполняли меня эти мысли. Я никому не нужен. Мне никому нет дела до меня. Какая разница, приду я или не приду. Огромная разница. Ты только вдумайся. Однажды Иисус Христос оставил небо и пришел на эту землю, чтобы заплатить цену за все наши грехи. За твои и за мои. И мы все в этом перед ним равны. Все согрешили. Все лишены славы Божьей. Мы все перед этим фактом равны. А Он оставил небо. Потому что написано, так сильно возлюбил. И больше ты не придумаешь никакой причины. Зачем Ему надо было, Царю Царей, и Господу Господствующих, оставлять небо и приходить на землю. Больше нет причины. Он любит. Так и написано в Евангелии от Иоанна 3,16. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякие верующие в Него, ты и я, не погибли, но имели жизнь вечное. Итак, первое, надо отречься от этого состояния и от этих мыслей. Второе, надо пригласить в общение Святой Дух. Знаете, я знаю, что многие люди, они проигнорировали Святого Духа, когда Он говорил, стучался, и они перестали слышать Его. Они проигнорировали, потому что им показалось это странным, непонятным или нежелательным. Поэтому они проигнорировали. А Дух Божий, Он джентльмен. Он стоит у дверей и стучит. Если ты откроешь, Он войдет. Если нет, Он не будет туда ломиться. Если Он сказал тебе раз, два, три, пять, десять, а ты игнорируешь, а ты хочешь остаться в своем, ты говоришь, да нет, я никому не нужен, да нет, я, значит, самый такой, да нет, никому дело до меня нет, да зачем пастырям звонить, да все заняты, да все в своей жизни, да все группками, да все кучками, все домашками. Это ложь. Если ты остаешься в этой ложе, Дух Святой отходит и перестает говорить в твою жизнь настойчиво. Поэтому, если ты сейчас, буквально чуть больше, чем через пять минут, согласишься вместе со мной в этой молитве, и ты отречешься от этого состояния одиночества, следующее, что я попрошу, чтобы ты сделал, чтобы ты пригласил в общение Святого Духа. Послушайте, как говорит апостол Павел, заканчивая свое второе послание Коринфянам. 13.13, очень легко запомнить, это самый последний стих, и тоже многие в молитве повторяют его наизусть, говоря, благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца. И дальше, я думаю, где вы собрались, там вы вместе, в единстве можете сказать, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Если общение Святого Духа с тобой будет, там аминь, там да будет так, там будет все хорошо, там не надо ничего бояться. И что следующее? И следующее, что тебе нужно сделать, это третье, то, что я вам предлагаю. Повернуться к людям и начать служить. Не себе, начать думать не о себе, а начать думать и служить другим людям. Начать думать о церкви, начать смотреть вокруг, кому трудно, кому ты можешь помочь. Я верю, что в это время потенциал многих или каждого из вас будет раскрываться. Если раньше вы смотрели на церковь, возможно, как и в вашем представлении была церковь, это вот воскресное собрание, которое проходит в течение двух-трех часов, и вам кажется, что здесь все места, наверное, заняты, все уже расписаны, все служители при делах, правда, служители постоянно вытирают под солба и думают, кто бы еще помог. Но со стороны так не кажется, потому что они воскресенье утром, все подтянутые, радостные, счастливые, наполнены Духом Святым. Но это не значит, что им не трудно. Но сейчас особенное время, когда мы не можем даже вот так собраться все вместе, когда я смотрю на вас верою, веря, что сотни глаз, несколько сотен людей, братьев моих и сестер из Церкви Завета смотрят сейчас меня и слушают. У нас нет возможности пока что, во всяком случае, кто знает, сколько эта ситуация продлится, кто-то говорит, там неделя, две, кто-то месяц, кто-то говорит, и одним годом может не закончиться. Мы не знаем, что будет дальше. Мы только понимаем, что мы при дверях, о чем Иисус говорил, когда события будут происходить не просто локально, когда события, эти ужасы, эти беды, эти болезни, они будут объединять весь мир. Знаете, что близко время. Поэтому, апостол Павел, я думаю, пророчески в виде, это последнее время. Он наставляет Церковь, и Он говорит такие слова. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, будем заботиться друг о друге, будем видеть друг друга. И интересную параллель Он проводит. Он говорит, тем более, от чего это зависит. То есть, можно немножко заботиться, или как ты понимаешь, а можно больше, а можно прилагать все усилия, чтобы позаботиться о ком-то. От чего зависит это увеличение, старание, это увеличение сил, стремления позаботиться о ком-то. Он говорит, чем более усматриваете приближение этого времени последнего. В последнее время дьявол приложит все старание, чтобы разделить людей в этом мире, чтобы настроить друг против друга. И все технологии современные, как это не хотелось бы, а они помогают, чтобы разделить человека друг от друга. Посмотрите на сегодняшнюю молодежь. Они достаточно комфортно себя чувствуют, просто днями сидя у экранов, мониторов своих, или в телефонах, в айфонах, значит, в разных этих гаджетах. И они не чувствуют себя как-то неуютно. Во время моего детства, если бы я понимал, что кто-то не выходит на улицу, если бы я понимал, что кто-то, значит, вот дома сидит постоянно, неважно, чем он там занимается, его просто нет с нами, он не играет с нами, он не гуляет с нами, он не на улице, он не с нами, то всем было бы понятно, что-то странное с этим человеком. Это то время. Сегодня никому странным это не кажется. Сегодня вполне естественно и нормально, что человек сидит, сидит и сидит, и просто сообщается только, значит, вот таким вот способом через интернет. Дьявол постарается приложить усилия, дорогие. Но Иисус созидает церковь, которую врата ада не одолеют. И вот что написано о церкви, послушайте, послание к Ефесянам 4,16. Иисус, описывая устройство церкви, Он говорит, из которого, то есть от Иисуса Христа оно берет свое начало, все тело, сравнивает нас как тело, составляемое, оно составляется и совокупляется через всякие взаимно скрепляющие связи, через вот эти отношения, которые ведут к единству, при действии в свою меру каждого члена, там, где ты есть, скажи каждого члена. Скажи, это значит при действии в свою меру меня, лично, меня, при действии, я буду действовать в свою меру. Что происходит? Получает приращение для созидания самого себя в любви. Любовь будет наполнять наше собрание. Я верю, что мы сможем пройти через всякое время, потому что Господь избрал нас, чтобы из нас состояла Его церковь. Здесь, в Новосибирске и по всем местам, где Господь дал нам служить. Поэтому, драгоценные, давайте помолимся и отречемся от этого духа одиночества. И Господь будет с вами. Отец Небесный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова